всем привет привет вы на канале на нашем домашнем канале гости к Жанне и Сергей друзья сегодня будем делать вот такое вот классное домашнее вяленое мясо в моем случае свинина но досмотрите видео до конца все поймете все несложно все просто всем приятного просмотра что друзья примемся за работу сейчас я одену перчатки будем с вами вялить мясо домашних условиях смотрите у меня свининка по поводу куриного мяса немножко пропорции соли другая поэтому я сегодня буду показывать на свининке у меня так вот килограмм двести такая вот красотулечка простите из этой красотулечки сняла весь жир мясо домашнее выбирала выбирала вот таким образом стараемся убрать жир нам совсем не пригодится все всем понятно более-менее по максимуму так далее что берем далее берем вот такую беру емкость отодвигаем свое мясо в сторону берем с вами поваренную соль засыпаем хорошенечко дно где-то килограмм соли у меня точно здесь уйдет делаем хорошую хорошую подушку и потихонечку начинаем распределять свой кусочек смотрите чтобы у нас хорошенечко все стороны с вами просолились можно было емкость посудина взять побольше и кусочек разложить прям он у нас выпрямится вот таким вот образом хорошенечко засыпаем свой килограммовый даже кило двести все друзья еще раз вот таким образом далее закрываем крышечкой я убираю холодильник свою красоту ровно на сутки ну что друзья продолжаем постелила коврик приготовила блюдо сейчас мы с вами наше мясо смотрите соль выделила всю воду из нашего мясо ну и конечно же еще очень важный процесс друзья хотелось бы вам сказать если вдруг надумаете делать из куриного мяса значит пропорции соли полкила на два кусочка куриной грудки и держать не сутки как я свое мясо держала опять часов но опять же тут все по вкусу хотите более-менее совсем засушливая смотрите какой наш кусочек получился значит подержите побольше подольше соли мясо до трех суток обычно держит но так как у меня кусочек длинный но не очень толстый поэтому я свой кусочек конечно же сейчас попробую так далее далее мы с вами должны этот кусочек ополоснуть от соли сейчас будем полоскать посмотрите сколько жидкости берем сухое полотенце в большом количестве так как нам надо будет нас из мяса из промытого мяса удалить всю влагу красота потихонечку удаляем всю влагу смотрите мне просто будет заворачивать удобнее я порезала естественно друзья мои конечно же надо мясо попробовать если вам недостаточно по мне соли достаточно сейчас будем с вами красота у нас с вами получается готовить следующий маринад смотрите приготовила вот такую вот посыпочную смесь здесь у меня значит ну в принципе все для мяса здесь нет мин кориандр чеснок чеснок я на мелкой терке таким образом потёрла вот немного немного совсем добавила горького перца и сладкого паприки в общем вот такая вот у меня смесь смотрите здесь уже каждый на свое усмотрение кому что нравится это я вам рассказываю то что делать буду я я специи люблю вот такие у нас два замечательных кусочка и мы начинаем хорошенечко обваливать свое мясо вот таким образом со всех сторон прям втираем втираем чтобы в наше мясо напиталась всякими разными специями наши два кусочка еще друзья если вдруг ну я никогда свое мясо по три дня по трое суток не держу соли у вас может быть будет большой кусочек мой кусок кило 200 у меня длинный но тонюсенький тоже не переживайте как только попробуйте свое мясо и посчитайте что она у вас немножечко пересоленная не переживайте на два часа в холодную воду соль выйдет мясо станет супер-пупер таким вот образом я никогда курятину то есть куриное мясо простите я держу пять часов соли а свиной сутки стараюсь кусочки чтобы были не очень толстые поэтому всего лишь сутки далее берем марлю так чтобы нам свои кусочки можно было бы полностью закрыть и завернуть друзья поплотнее все как только заворачиваем полностью свой кусочек плотненько нам его надо будет с вами завязать взяла у сергея шпагат и вот таким образом друзьям марлю и шпагатикам завязала теперь отправляем свои два брикетика вялится на пять дней но спустя три дня я конечно же открою посмотрю потому что ну я уже это делала через пять дней слишком будет перевяленная слишком будет суховатая три дня как бы нормально но в общем от трех до пяти дней друзья все вешаем дома так как на улице у нас сегодня минус 20 ничего не получится ну что спустя энное количество дней встретимся ну что друзья смотрите у меня пять дней прошло такое вот прекрасная масса попробуем заметить запах потрясающе так выше пилотаж замочила повторяю на сутки у меня было кило двести а вялилась она у меня пиани вялил на кухне можно над газовой плитой но у меня вытяжка у нас есть крючок был раньше десять лет попугай крючок остался офигительное мясо очень вкусная очень классная ну что друзья не забывайте ставить лайки делайте вот такое вяленое басурма либо просто мясо всем пока пока до новых встреч у вас мы и и и и и и